Как черенковать петунию на зиму? Петунии – это поистине великолепные цветы яркого окраса, которые эффектно смотрятся на балконе, подоконнике или в палисаднике. Растения многолетние любят тепло. Если с наступлением холодов не позаботиться о комфортных условиях, оно превратится в однолетние растения. Именно поэтому многие начинающие агрономы задаются вопросом, как сохранить петунию до следующего года или как черенковать петунию на зиму. Правила проведения черенкования в домашних условиях Петунии размножают двумя основными способами – черенкованием и семенами. Посев семян не всегда благодарное дело, поскольку они часто не прорастают. А некоторые сорта и вовсе нельзя размножать таким способом, потому что цветы не дают семян. Значительно проще спасать и сохранять растения путем черенкования. При необходимости черенкование можно проводить круглогодично. В данном случае спасти удастся ампельные сорта и калибрахуа. Но наиболее благоприятное время для черенкования – зима и весна – особенно актуально для махровых разновидностей. Важно, для черенкования рекомендуется использовать цветущие маточные растения, в этом случае из их веток будут произрастать пышные кусты. Черенкование петунии на зиму Как сохранить петунию до весны и как зимует петуния вообще? Зимний уход за растением в горшках в квартире, погребе или подвале заключается в умеренном температурном режиме, хорошей освещенности и разумном поливе. Осенью предварительно необходимо материнскую осыпь пересадить, чтобы хранить в благоприятных условиях. Петуния петунии дома зимой чувствуют себя комфортнее всего. Оптимальная температура для их содержания – плюс 16 градусов. Повышать температуру не рекомендуется, иначе петунии потребуется и больше света. Культура не нуждается в частых и обильных поливах. Для ускорения роста и укрепления в землю рекомендуется вносить азото, содержащее удобрение. Совет Зимой проводить черенкование можно лишь в тех случаях, если растение имеет здоровый вид, хорошо разрастается, а на стеблях образуются новые листья. Для этого у цветущих особей срезают черенки. Обязательные условия отростки должны иметь два междоузлея. Длина срезанных ветвей от 8 до 12 см. Их необходимо очистить от нижних цветов и листьев. Емкости предварительно заполняют плодородной почвой. Можно использовать универсальный грунт для цветущих растений. При необходимости можно использовать дренажный слой. Большинство цветоводов убеждено в том, что наличие слоя дренажа обязательно для черенкования петуний. Но можно обойтись и без него. Посадку осуществляют без обработки среза. Саженец не очень глубоко закапывают в почву. Точка роста должна обязательно быть над землей. После посадки почву надо немного утрамбовать и обильно палить. Для создания тепличных условий на емкости надевают полиэтиленовые пакеты или накрывают пластиковыми бутылками. Чтобы проветрить растения, рекомендуется на 20 минут ежедневно снимать укрытие. В противном случае возрастает вероятность поражения грибковыми инфекциями. В таких условиях необходимо держать растения ориентировочно 2 недели. Укоренение черенков включает в себя те же этапы, что черенкование весной-летом. Весеннее-летнее черенкование весной и летом черенкование цветов рекомендуется проводить для продления цветения. При соблюдении всех правил агротехники цветение продлится до первых заморозков. Черенкование осенью опытные агрономы настоятельно не рекомендуют черенковать петунию с наступлением осени. Но если есть крайняя необходимость, лучше это сделать во второй или третьей декаде сентября. Черенкование петунии осенью порядок высадки тот же, что зимой, весной и летом. Черенкование в почве в любое время года, особенно зимой, удобно высаживать черенки не в воду, а именно в грунт. Для этого потребуется предварительно подготовить небольшие емкости с плодородной почвой. Для высадки небольших черенков рекомендуется использовать не плодородную почву, а торфанные таблетки. Это способствует росту, развитию и цветению молодых культур. По истечению трех недель, как правило, черенки окончательно укореняются в земле. Стоит позаботиться о том, чтобы у растения было много личного пространства, они плохо переносят стеснение. Если молодые растения пересаживают в цветочные горшки, емкости также должны быть объемными. В один горшок категорически запрещается сажать несколько растений. Чем больше места для петунии, тем пышнее она будет цвести. Для пышного цветения кусты рекомендуется регулярно прищипывать. Приблизительно через два месяца растение начинает охотно цвести. Черенкование в воде Также петунии можно черенковать в воде, но этот способ нельзя применять для разведения махровых разновидностей. Черенкование петунии в воде черенки подготавливают привычным образом. Срезают веточки длиной 10-12 см. На каждом саженце должно оставаться не менее 5 листочков. Нижние побеги и листочки надо удалить. Срезанные веточки сразу ставят в емкости с кипяченой водой комнатной температуры. Хранить растения рекомендуется в темном месте, там они быстрее будут развиваться. Лучше использовать емкость из темного материала, но не прозрачного. Черенкам надо обязательно создать тепличные условия, для этого их накрывают полиэтиленовым пакетом или обрезанной пластиковой бутылкой. По мере необходимости воду надо в емкости подливать. Как правило, через полтора-две недели у черенков начинают образовываться корешки. Им еще потребуется постоять в воде ориентировочной неделю, после этого их можно сажать в почву. Оптимальные условия для молодых ростков в почве Отсутствие сквозняков Стабильная температура воздуха и влажность Преимущества сохранения питания зимой Основные преимущества пышные ранее весенние цветения Взрослые культуры или взятые от них черенки могут начать цвести уже в феврале или марте. Это может произойти даже в регионах с неблагоприятными для этого климатическими условиями, например, в Сибири, на Урале и т. До простота получения взрослой рассады. Для этого нет необходимости съесть семена, следить за слабыми ростками. При соблюдении всех агротехнических правил посаженный черенок начинает цвести по истечению 2-2,5 недель. До весны будут храниться вегетативно размножающиеся сорта петунии. Достоинства и недостатки черенкования Существует несколько способов размножения растения, но черенковый метод является самым простым. Даже начинающему агроному под силу реализовать желаемое и продлить жизнь растению. Преимущества размножения черенком Сохраняются все признаки выращиваемого сорта, включая окраску цветов. Активнее формируется и развивается корневая система, в результате цветы быстрее зацветают. Использовать этот метод можно на протяжении всего года. Как показывает практика, почти все высаженные черенки приживаются. Используя семенной способ размножения потребуется приложить намного больше сил. Самый бюджетный способ разведения культуры Применение рассады или семян финансово затратное. Что касается недостатков, они отсутствуют. Единственное, что необходимо взять на вооружение агроному, маточные образцы, чьи побеги будут использоваться для размножения, не должны. Иметь механических повреждений, должны быть здоровыми, без явных признаков поражения вредителями. В противном случае размножить петунии не удастся, молодые ростки, скорее всего, не приживутся и погибнут. Петунии, несмотря на свою привлекательность, довольно своенравные и капризные цветы. Но если соблюдать агротехнику и изучить все правила черенкования, она будет радовать глаз вышным цветением.